3D-технологии в приобщении незрячих к культурным ценностям. Библиотека-центр диалога культур. Перспективы нейронных сетей в работе музея. Литературное наследие Расула Камзатова. Это всего лишь часть тем, которые были рассмотрены на Всероссийской научно-практической конференции под названием «Книга. История, культура, память». Приуроченная столетию образования Карачаева-Черкесии она собрала вместе ученых, практиков, исследователей со всего Юга России. Инициатором конференции выступил Республиканский музей-заповедник при поддержке Министерства культуры. На встрече не избегали острых вопросов. Собравшихся тревожил состояние общества, как вернуть зрителя в залы музеев, библиотек, театров, как сделать так, чтобы культурное наследие стало частью каждого человека. Об этом на предваряющие события пресс-конференции говорили министр культуры Зурапа Гербов и руководитель Республиканского музея-заповедника Хаджи Мурат Альканов. Рассказали они о том, что уже сделано в Республике на сегодняшний день. Так готовится проектно-сметная документация по реставрации Республиканского театра. В музее-заповеднике появятся новые залы. Реализуется и проект «Пушкинская карта». Но не так активно, как хотелось бы, говорит Зурапа Гербов. Из 50 тысяч ребят в Республике ее оформили только 4,5 тысяч. Участники проекта смогут бесплатно посещать выставки, концерты, спектакли, выезжать в соседние регионы. Но при всех усилиях все еще важнейшей проблемой остается борьба за умы подрастающего поколения, как привитим любовь к традиционной культуре. Если мы на них ответы не найдем в ближайшее время, если мы с теми проблемами, которые озвучиваются во время обсуждений, не справимся, культура, особенно традиционная, особенно хрупкая, музейная, та, которая хранится в наших запасниках, а еще более ранимая та, которая хранится сейчас в народе, но вымывается современными потоками информации. Все это нам нужно защищать, нам нужно понять, как правильно в сегодняшних реалиях действовать, чтобы от мала до велика наше культурное наследие люди могли почувствовать, познать, ну и, конечно же, полюбить, чтобы это стало частью каждого человека. О том, какие проблемы стоят перед нами, вы прекрасно знаете, у многих из вас есть дети, вы видите, как тяжело сегодня нашего молодого человека, ребенка отвлечь от гаджетов, как очень легко информационный поток вымывает наши традиционные ценности, как они подменяются очень яркими, очень профессионально сделанными картинками, видеоматериалами, в которые реально миллиарды долларов вложены, чтобы эта система работала, потому что сейчас, как вы знаете, мир борется за внимание. Внимание людей, внимание в социальных сетях – это сегодняшняя валюта, это сегодняшняя нефть. И вот как вот в этом мире нам с нашими очень редкими, очень ценными сокровищами культуры быть, как правильно с ними поступить, чтобы они не потерялись вот в этом потоке. Вот об этом, если в общем говорить, сегодняшняя наша конференция. Мы попытались охватить этим названием конференции всю сферу, наверное, культуры, где здесь и книга есть, и история, и память, и культура. Все вот эти четыре слова, они объединяются в одно единое целое. И мы со своей стороны стараемся делать все, чтобы учреждения культуры, не только музеи, но и библиотеки, филармонии, театры, они собирались на таких мероприятиях, и живое общение, наверное, ничто не заменит. Перед началом пленарного заседания с приветственным словом к собравшимся обратился министр по делам национальности и массовым коммуникациями печати Альберт Кумуков. Он рассказал о работе ведомства по сохранению культуры Кавказа. В прошлом году министерством была издана книга сказок народов Карачаева-Черкесии. Имевшая большой спрос, в этом году она вышла еще одним тиражом в тысячу экземпляров. Альберт Кумуков выразил надежду, что конференция будет способствовать дальнейшим добрососедским отношениям. Данная конференция актуальна, важна, особенно в период, когда в следующем году мы празднуем 100-летие нашей республики. Мы все должны говорить, показывать мир другим субъектам, другим народам, и вообще говорить о нашей культуре, традициях, о памяти. В свою очередь, ректор Качагута Усултан Узденов рассказал об усилиях университета по приобщению студентов к литературе народов Северного Кавказа. Ими был выигран грант. Вуз софинансировал, и теперь лучшие ценители поэзии посетят места, где жили прославленные поэты. Расул Гамзатов, Алим Кишоков, Ислам Крым Шамхалов и Хайсин Кулиев. Темы, которые здесь затраиваются, они очень важны, близки нам в университетском сообществе, профессорском преподавательском коллективе, да и студентам. Мы ежедневно сталкиваемся этими проблемами, проблемами трансляции культуры, культурных ценностей, проблемами необходимости трансформации этих каналов, передачи культурной информации. Если ни для кого сомнения не вызывало то, что библиотека и музей являлись основными такими центрами, где транслировалась наша традиционная культура на протяжении десятилетий, а где-то и веков, то сегодня мы сталкиваемся с определенным кризисом. Мы, конечно же, точно так же, как и уважаемые коллеги, и заинтересованы поиске и нахождении путей решения этой проблемы. И есть необходимость, конечно же, отменяться не только своими опасениями, доведением рисков развития этой ситуации, но и поиском путей решения этих проблем. Конечно, делается очень многое сегодня. Вот здесь коллеги, я подтверждаю, коллеги-министры сказали, очень многое делается и в плане грантовой поддержки, и в плане издания различных интересных учебников. Открываются новые музеи. Но, с другой стороны, мотивация, запрос на эти продукты, которые предоставляет сегодня государство, он очень низок. За два дня конференции, которая проходила в Черкесске, а затем в Тиберде, в Доме музея ислама Крымшанхалова, с докладами выступили десятки специалистов, подвижников своего дела. Подключились к работе онлайн и два десятка ученых из Москвы, Подмосковья, Татарстана. Тиберда не случайно, неспроста, потому что мы провели в Доме музея Крымшанхалова Ислана Пашаевича. Это выдающийся человек своего времени, и на сегодняшний день представители культуры и творчества, они пользуются его наследием. А так как это был человек, думаю, который мог выключить в себя, собрать в себя все вот эти слова, и книгу, историю, и культуру, даже еще больше, я думаю. И в этом Доме просветителя, ученого, художника мы неспроста решили провести второй день, потому что это как точка, скажем так, дом, где собирались в конце 19 века, начало 20-го представители сфер культуры, там были и художники, и писатели. И уже как преемственность поколения, одна из наших секций так называлась, мы показываем тем самым, что эти хорошие традиции, да, они продолжаются и в 21 веке. Екатерина Захарова, директор Ставропольской библиотеки для слепых и слабовидящих, рассказала об их миссии – сделать для своих читателей доступным информационное пространство. Главный библиотекарь Хасавьюртовской центральной городской библиотеки Зумруд Курмагамедова говорила о литературном наследии Расула Гамзатова. И не случайно, их учреждение носит его имя с 2002 года. Тогда почетным гостем мероприятия был сам поэт. Из поэзии Расула Гамзатова можно подчеркнуть очень многое, очень многое. И непосредственно из его книги, прозы «Мой Дагестан» – это какая-то родиноведческая книга, которая как разноцветный богатый ковер собранная книга, из разных легенд, наставлений, из повествований разных, из его наблюдений. Организовывая конференцию, сотрудники музея неспроста первым в названии темы вынесли слово «книга». Оно, как символ знания, выполняет ключевую роль. Книга как основа всего того, что может себя включить. Она включает и историю, она включает и культуру. То есть, как основа у нас, я думаю, книга идет на первом месте неспроста. И все вот эти слова, названия, культура, книга, история, память. Поэтому у нас конференция получилась обширная. Не только музейные работники. У нас были врачные библиотеки. И библиотека еще для незрячих, специальная библиотека. Очень было интересно послушать проекты их. Мы буквально, наверное, после каждого выступления обменивались с докладчиками. И сразу брали на пюро, что нужно будет продолжать. Ведь мы собрались не просто так, не увидеться, как-то на бумаге-то все отразить и разойтись. Нет, мы собрались с конкретной целью, чтобы люди, начиная от экскурсовода, а были у нас такие, да, экскурсоводы, до профессора, докладчики у нас были. У нас был очень хороший, скажем так, спектр работников, участников, чтобы эти все наши беседы в дальнейшем дали какой-то результат. Я надеюсь, что мы вот семя дальнейших, скажем так, междурегиональных, межрегиональных, международных, наверное, даже один из пунктов нашей резолюции – это вывести на международный уровень такие конференции. И я думаю, что вот семя этого хорошего в будущем, которое даст какой-то полезный урожай, как для всех наших граждан. После подведения итогов у нас еще будет сборник, издан сборник трудов, докладов. Масштабная конференция стала первой в череде последующих, которые будут также приурочены столетию со дня образования Карачаева-Черкесии. Субтитры создавал DimaTorzok